МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире военное дело. Сегодня в нашей программе... Противоядерный щит армейских соединений. Российский зенитно-ракетный комплекс С-300В. Самый массовый американский танк Второй мировой. Шерман. Известные недостатки, неизвестные достоинства. БМП-1. Революционное средство передвижения на поле боя. Залпы Венского леса. Март 45-го. Начало освобождения Австрии. Самое известное российское оружие. Сегодня это не только Т-34 и автомат Калашникова. Высокотехнологичный зенитно-ракетный комплекс С-300 постоянный герой журнальных публикаций и телевизионных репортажей. У этого превосходного оружия есть уникальный вариант. ЗРК С-300В. Это единственный в мире комплекс, способный сбивать оперативно-тактические ракеты. ЗВУКОВОЙ СТЕКЛЕЙСКИ 60-е годы 20-го века. Десятилетие, когда глобальная термоядерная война была не просто вероятной. Многим она казалась неизбежной. Главные противники в холодной войне, СССР и США, целенаправленно готовились к ядерному апокалипсису. Перед Министерством обороны СССР стояла конкретная задача обеспечить прикрытие важнейших объектов сухопутных войск от ракетных ударов. Необходимо было создать универсальный зенитно-ракетный комплекс, способный сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и ракеты баллистические. Таким комплексом, по замыслу конструкторов, должна была стать система С-300В, созданная как модификация знаменитого зенитно-ракетного комплекса С-300. Буква В в названии означает «войсковой». Слово «войсковая система» говорит уже о конструктивных особенностях этой системы. Система должна преодолевать по бездорожью, по любой местности, выходить на нужные позиции. Должна перевозиться любыми видами транспорта, включая воздушные. Железнодорожные укладываются, железнодорожные габариты, отведенные 0,2Т. Быстро разворачиваться с марша в боевую готовность, примерно 5 минут, без подготовки позиции. С-300В размечается на гусеничной базе танка Т-80, что обеспечивает ее маневренность и проходимость. Главным разработчиком зенитно-ракетного комплекса стал научно-исследовательский электромеханический институт. Главным конструктором Вениамин Ефремов. Разработка С-300В проводилась в два этапа. На первом создавалась система для борьбы с аэродинамическими целями, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами типа «СКАД» и «ЛАНС». Успешные полигонные испытания прошли в 80-м-81-м годах. Уже в 83-м система была принята на вооружение. Спустя 4 года дошла очередь до второго этапа. Его основной целью было создание системы, способной поражать американские баллистические ракеты типа «Першинг», а также самолеты противника на расстоянии до 100 километров. Спектр поражаемых целей, заданных в систему 300В, от баллистических ракет, аэробаллистических ракет до авиации, крылатых ракет. То есть весь спектр средств воздушного нападения эта система поражает. Цель, летящая в интервале высот от 25 метров до 30-35 километров высотой. Это вот отличие еще баллистических целей и от авиации. Очень малая отражающая поверхность. Но если взять самолет МИГ-21, то там отражающая поверхность 2 метра, МИГ-29 5 метров, а отражающая поверхность баллистической цели 0,05 метра. То есть в сотни раз отражающая поверхность. И при этом мы должны обеспечить хорошие зоны поражения и оброняемые площади. Ведь средства защиты от ударов баллистических ракет характеризуются именно оброняемые площади. В 1988 году войсковая С-300В была принята на вооружение ПВО сухопутных войск в полном комплекте всех своих средств. Каждый зенитный дивизион состоит из командного пункта, двух РЛС секторного и кругового обзора, а также четырех зенитных батарей. Высокие боевые возможности и мобильность зенитных ракетных систем С-300В неоднократно были подтверждены в ходе учебно-боевых стрельб и специальных учений. Система обеспечивает поражение самолетов первой же ракетой, а баллистические ракеты уничтожаются не более чем двумя. Нужна обнаруженческая система, секторные станции обнаружения, которая обращалась к цели раз в секунду. И вот такая система была создана. В 300П такой системы не было. Принцип поражения баллистической цели. Независимо от углов подхода к баллистической цели, нужно, чтобы осколочное поле всегда накрывало носовую часть. Изначально С-300В создавалась как общевойсковая модификация унифицированной зенитно-ракетной системы С-300. Однако в результате получилась самостоятельная система с необычайно высокими характеристиками. Важнейшее достоинство войсковой С-300В в том, что она обеспечивает не только противосамолетную, но и противоракетную оборону. Имея в своем составе необходимые радиолокационные средства и два типа ракет-перехватчиков, С-300В способна поражать все типы баллистических ракет с дальностью пуска до 1100 километров, а ее последняя модификация Антей-2500 до 2500. Ничего подобного у американцев до сих пор нет. Широко известный Патриот никогда не дотягивал до уровня С-300В. Между тем, Пентагон не жалеет ни сил, ни средств для создания системы, аналогичной российской. Удастся ли это американцам, покажет время.